Всплыла грязная тайна всеми любимого Винокура. Артист эстрады и юморист Владимир Винокур рассказал, что его брак с Тамарой Перваковой первоначально был фиктивным, но длится уже на протяжении 47 лет. Эту историю он сообщил в интервью телеканалу RTVI. Владимир Винокур уже много лет счастлив в браке с женой Тамарой. История их союза очень интересна. 73-летний артист признался, что изначально его брак задумывался как фиктивный. Эта история случилась больше 40 лет назад, и по словам самого Владимира Винокура, произошла совершенно неожиданно. Дело в том, что в те времена существовало распределение. Предпочтение в столичном театре отдавалось артистам с московской пропиской, которой у молодого стажера Винокура не было. Тогда будущая жена юмориста сама проявила инициативу и предложила помочь. Мужчина согласился, правда, тогда же он возмутился понятию фиктивный. Он пообещал будущей супруге, что со временем обязательно станет богатым и известным, чтобы женщина могла быть с ним счастлива и остаться навсегда. Тамара поверила мужчине, правда, помня о грязной тайне, до женихи обращалась к жениху только на вы. Юмористу удалось выполнить свое обещание. Со временем он действительно стал очень популярным и даже получил большую квартиру от государства. Тамара все это время была рядом. Так и получилось, что тот самый фиктивный брак длится уже 47 лет. У супругов есть взрослая дочь Анастасия и внук Федор. С годами этот союз показал себя гораздо более настоящим, чем браки многих других артистов шоу-бизнеса на эстраде. Винокур также рассказал о том, как жена поддержала его после аварии. Он лечился в военном госпитале в Германии, куда она приехала с их дочерью Настей, и мотивировала Винокура не только встать, но и танцевать, поскольку он артист, который не должен допускать депрессий. Я сделал все возможное. Сначала учился на инвалидной коляске ездить, потом на костылях, потом с палочкой. И когда я уезжал из госпиталя в Москву, я заехал специально, попросил завести меня в немецкую клинику, где хотели левую ногу ампутировать. Там сложный перелом был, и я им танцевал цыганочку. Подытожил юморист. Продолжение следует...